Масштабный шторм в Крыму Кафедра метеорологии КФУ празднует свой юбилей Молодежный научный конгресс стран организации исламского сотрудничества Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Елизавета Газизянова 27 ноября в Казанском федеральном университете стартовала Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием Управления развитием функциональной грамотности Почетными гостями стали сотрудники Федерального государственного бюджетного научного учреждения, Института стратегии развития образования, эксперты международных исследований ПИСа, коллеги из Китайской народной республики и ученые из ведущих вузов России В последние дни новостные ленты переполнены сообщениями о мощном Средиземноморском циклоне, обрушившемся на юг России Практически во всех прибрежных городах Черного моря сейчас развернуты оперативные штабы МЧС и организованы пункты временного размещения для пострадавших от стихии Подробнее о циклоне и о том, насколько он опасен для жителей Татарстана, узнаете в следующем сюжете Средиземноморский циклон накрыл побережья Крыма и Кубани еще 26 ноября Ветер достигал 40 метров в секунду На полуострове объявили штормовое предупреждение Началась эвакуация жителей Наводнение достаточно опасно Именно как природное явление, которое может привести к катастрофическим изменениям Наводнение может послужить причиной катастрофы Может внести жизни людей Или привести к катастрофическим изменениям окружающей среды На сегодняшний день у нас в Крыму наблюдаются очень сильные непогодные условия И, соответственно, идет захлестывание волнами берегов В разных местах это проявляется по-разному Но это может привести к эрозии берега То есть к смыву взвешенных веществ К смыву каких-то загрязняющих веществ Которые могут оказаться на этой территории В эти два дня вода безостановочно затапливала дома и подъезды Ветер сносил деревья и рекламные щиты Из-за шторма под воду частично ушли набережные и заблокированы сотни домов Но службы безопасности уже оперативно работают над предотвращением последствий МЧС направила аэромобильную группировку спасателей в Крым Для оказания помощи жителям подтопленных районов 23 бригады энергетиков занимаются восстановлением линий электропередачи Практически во всех прибрежных городах организованы пункты временного размещения Для пострадавших от стихии Действительно вот в такой межсезонье, когда еще зима только вступает свои права У нас определяющая роль циркуляции И когда к нам приходят циклоны с юга, как этот циклон Он, как правило, несет с собой влажный воздух и обилие осадков Если к нам приходит образование с Атлантики, то же, как правило, оно приносит к нам тепло И часто осадки, но не такой интенсивности В общей сложности около 400 тысяч абонентов в Крыму остались без света Из-за природной катастрофы пострадала и транспортная инфраструктура Остановлено движение на трассе Симферополь-Ялта Временно ограничено движение поездов Накануне 10 рейсов аэропорта Сочи ушли на запасные аэродромы В общем, в 6 вечера уже был вчера организован от штаб губернатора Всю ночь работали наши ребята Убирались как могли Деревья были поломаны, билборды были согнуты Что-то отлетело, кому-то прилетело Какие-то пенопласты, пластиковые конструкции, металлические конструкции Летали по улице Дорожные знаки тоже лежали, но это ничего страшного Уже буквально за ночь многое что убралось Убрали опавшие деревья В общем, заявки принимаются Работа проделывается Губернатор работает Наше городское хозяйство тоже работает Наши севастопольцы сплотились Мы собираемся в трудовые так называемые отряды Помогаем друг другу как можем Опасность таких штормов заключается не только в затоплении домов И разрушении других строений Но и в загрязнении воды и почвы Когда реки и озера выходят из своих берегов Большое количество токсичных веществ Включая нефть, химические вещества и различные отходы Могут попадать в почву и водоемы Это наносит непоправимый ущерб окружающей среде Убивая рыбу, растения и микроорганизмы Волны захлестывают пути То есть на 50-70 метров захлестывают железнодорожные пути Соответственно это могут быть попадания в воду Скажем так Тяжелых металлов в первую очередь Нефтепродуктов могут попасть в воду То есть это может стать источником загрязнения Черного моря В тех местах, где идет захлестывание Асфальтового покрытия Например транспортных путей Автомагистрали Там соответственно тоже попадают в воду Тяжелые металлы, нефтепродукты Бензопирен Целый ряд окислов Поэтому это действительно очень чревато Но ведь ситуация может быть и такая Что здесь может быть выпуск Кота в прибрежной зоне Соответственно это смыв биогенных веществ То есть те же самые коровьи и лепешки Они далеко не безобидны Они могут приводить к процессу эфтрофирования Ущерб нанесенный штормом Будет оценивать специальная рабочая комиссия Которая подсчитает стоимость ремонта набережных И берега укрепительных сооружений А также суммы компенсации пострадавшим Несмотря на порывистый ветер Сотрудники МЧС и коммунальные службы Работают в усиленном режиме Кристина Отекина, Александр Кузнецов Универновости В эпоху многополярного мира Первостепенной целью в дипломатических отношениях Является развитие научного сотрудничества С дружественными странами Именно поэтому в стенах Казанского федерального университета Стартовал второй молодежный научный конгресс Стран Организации Исламского Сотрудничества В течение четырех дней Ведущие иностранные ученые Представят свои доклады Поучаствуют в мастер-классах И других мероприятиях Подробнее узнавала моя коллега Валерия Карташова В императорском зале Главного здания Казанского федерального университета Прошла торжественная церемония Открытия второго молодежного научного конгресса Стран Организации Исламского Сотрудничества Форум приглашает 100 молодых исследователей из России и стран ОИС К научному диалогу, направленному на технологическое и инновационное развитие всех стран-участниц Почетные гости мероприятия выступили с приветственными речами Отметив особое значение интеграции научных сообществ разных стран Открыло мероприятие заместитель премьер-министра Республики Татарстана Лейла Фазлеева Которая напомнила, что развитие отношений с исламскими странами является одним из государственных приоритетов Следом на трибуну вышел заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский А после встречу выступил помощник Раиса Республики Татарстан Тимур Сулейманов От лица университета с напутственными словами к участникам конгресса Вышли проректор по внешним связям Тимирхан Алишев И первый проректор-проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский Мы очень рады сегодня приветствовать молодежь из стран Организации исламского сотрудничества Которая на четыре дня присоединилась к нам, чтобы поучаствовать в этом форуме Республика Татарстан поддерживает и развивает проекты по сотрудничеству талантливой молодежи Российской Федерации И стран УИС в различных областях культурно-гуманитарного образования и науке сотрудничества И в этом зале сегодня собрались лучшие из лучших Это 25 стран и 150 участников Добро пожаловать, Рахими Тегрес Кадр Ледуслар Пусть эти четыре дня в Казани будут интересны, они будут наполнены интересными дискуссиями От лица стран-участниц конгресса выступили генеральный директор кабинета министров молодежного форума Организации исламского сотрудничества ЮНУС Сан МЭС И советник по науке и технологиям Всемирной исламской организации по вопросам образования науки и культуры Шариф Мухаммад Он выразил благодарность организаторам конгресса, отметил особую важность объединения молодых ученых из стран с превалирующим исламским населением в рамках форума Так как это позволит расширить границы науки, открыть новейшим открытием выход на мировой уровень Наша цель на конгрессе представить своих коллег и показать, что они делают для развития деловых отношений в странах организаций исламского сотрудничества А также поделиться опытом между странами и достичь взаимопонимания между государствами ОИС Понять, в чем же нуждается научное сообщество После церемонии открытия в зале началось пленарное заседание на тему благополучия общества в контексте новых глобальных вызовов Эксперты из-за рубежа обсудили насущные проблемы и возможности их решения в условиях многополярного мира В рамках конгресса работают пять секций, которые в день торжественного открытия были нацелены на знакомство участников с институтами Казанского федерального университета Среди них Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт психологии и образования, Институт международных отношений, Институт дизайна и пространственных искусств, Институт геологии и нефтегазовых технологий В каждом из них гостям провели экскурсию и рассказали об основных особенностях обучения В завершение основной части прошли лекции в формате круглого стола от молодых ученых мусульманских государств Вместе с тем это станет начальной точкой в работе интеграционной миссии конференции В этом году было более тысячи заявок от молодых ученых из стран ОИС И было отобрано 100 участников, которые представили самые лучшие доклады Они были оценены экспертом Казанского федерального университета Это профессора, доценты нашего Казанского федерального университета Отбирали заявки, выбрали самые лучшие И вот к нам приехали 100 участников из 25 стран ОИС, которые будут работать в университете эти два дня Генеральными партнерами Второго молодежного научного конгресса стран Организации исламского сотрудничества стали правительство Республики Татарстан, Федеральное агентство по делам молодежи, региональное движение детей и молодежи, движение первых Конференция продлится до 29 ноября Эксперты и участники из 25 стран обсудят актуальные вопросы и проблемы сложной геополитической мировой повестки и задействуют все свои силы для объединения научного мира Валерия Карташова, Николай Суховский, Александр Кузнецов, Тимур Ахметов, Универ Новости Кафедра метеорологии, климатологии, экологии, атмосферы Казанского федерального университета отмечает свой юбилей – 100 лет со дня основания В честь этого знакового события в Малом зале культурно-спортивного комплекса «Уникс» провели праздничное мероприятие О том, как оно прошло, расскажем далее в сюжете Кафедра метеорологии, климатологии, экологии, атмосферы Казанского федерального университета исполнилось 100 лет В честь знаменательной даты в культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошло торжественное мероприятие Поздравить профессоров, ученых, преподавателей и студентов прибыли коллеги из разных уголков России и Республики Татарстан И это неудивительно Кафедра славится сплоченным коллективом В ее составе 9 преподавателей Старейшая в России метеорологическая обсерватория, где вместе со штатными наблюдателями работают и студенты Мы отмечаем 100-летие со дня образования кафедры, которые сейчас называются климатологией, метеорологией и экологией атмосферы И мы решили сделать празднование в духе университета, в духе научной деятельности Потому что преподаватели должны передавать свои знания, как научные сотрудники, они должны разрабатывать проекты Мы сегодня поздравим кафедру и послушаем несколько открытых лекций, посвященных проблемам, в решении которой как раз и вовлечены сотрудники этой кафедры Кафедра была основана еще в 1923 году в составе физико-математического факультета Казанского государственного университета И называлась кафедра геофизики В 1948 году кафедра была переведена на географический факультет и стала именоваться кафедрой метеорологии и климатологии А в 1995 году она получила современное название Сегодня возможности исследователей заметно возросли Началась подготовка собственных метеорологических кадров, расширилось научное поле деятельности Основу для этого принес научно-технический прогресс Новые методы наблюдения и измерений Обработки, анализы данных Возможности получать информацию о состоянии атмосферы и смежных сфер со всего земного шара В связи с этим исследования на кафедре, в том числе и циркуляция атмосферы и климата, стали крупномасштабными, а в последнее время и глобальными Сохраняет свою роль и метеорологическая обсерватория Здесь хранится архив наблюдений с 1828 года, который используется сотрудниками-студентами для подготовки научных работ Здесь же проходит метеорологическую практику в летний период студенты младших курсов Ежегодно проводятся десятки экскурсий для школьников в Казани, которые получают представления о погоде, метеорологических приборах и методике наблюдений В этом году наша кафедра отмечает свой 100-летний юбилей Действительно впечатляющая дата, действительно много поколений специалистов выпущено Целая школа создана здесь, школа, метеорологическая школа Наши выпускники работают по всей нашей стране и не только в нашей стране И как они нам благодарны тем, что они здесь учились, они выражают сейчас эту благодарность Так и мы им благодарны за то, что они несут высокоподнятым флаг нашего Казанского университета Хотелось бы пожелать и им успехов, и нам хочется пожелать продолжения той деятельности, которой мы занимаемся Хотелось бы увидеть все больше заинтересованных студентов, а мы готовы щедро с ними делиться всем тем, что мы умеем, все то, что мы знаем И таким образом мы все вместе работаем на такую нашу национальную безопасность с точки зрения метеорологии 100 лет – знаменательная дата За время существования кафедры неоднократно сменялись времена года, происходили аномальные климатические изменения Но дух и настрой сотрудников не пропадали никогда За это время было подготовлено множество первоклассных специалистов в области метеорологии Которые регулярно представляют научному миру свои разработки и свершения Карина Саяхова, Николай Осуховский, Аделя Файзулина, Александр Кузнецов, Валерий Карташова, Универ Новости На этом все, в студии была Елизавета Газизянова Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин